ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Владимир Кирилл, Патриарх и Кирилл, Парк Египта России. Нефтегазовых доходов. Я об этом буду говорить чуть позднее. К этому нужно подходить очень аккуратно. Но имея в виду абсолютный приоритет с точки зрения формирования новой структуры нашей экономики, в качестве исключения до 10 миллиардов предлагаем направить и из нефтегазовых доходов на эти цены. Рассчитывать, что с мерами по улучшению инвестиционного климата, снятие барьеров для инвестиций в стратегические отрасли, это позволит значительно усилить приток капиталов в России. Мы ставим цель в ближайшее время выйти на уровень 60-70 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций в год. Прекрасно. А затем, конечно, дальше и поднимать эту планку. В 2010 году триток прямых инвестиций в Россию составил 40,5 миллиардов долларов. Повторяем. Повторяем. Мы намерены совершенствовать таможенную политику, чтобы, с одной стороны, стимулировать развитие высокотехнологичных производств на территории России, а с другой, не создавать барьеры для импорта уникального оборудования. Того, которое не производится, в ближайшее время производиться у нас не будет. Надо правильно расставить приоритеты. В одних случаях эффективнее покупать за рубежом готовые лицензии и технологии. Это может дать быструю отдачу. Если же накоплены хорошие заделы и можно создать собственный прорывной продукт, надо вкладывать средства в разработку. Правильно. Правильно. Поддерживаем. Мы, безусловно, будем их учитывать, уважаемые коллеги, в нашей практической работе. Прекрасно. Государство намерено поддерживать инновационную активность наших производителей. В том числе, софинансировать расходы компаний на НИР и НИОКР, а также субсидировать процентные ставки по кредитам на модернизацию производства. В прошлом году на эти цели из федерального бюджета было выделено более 70 миллиардов рублей. Прекрасно. Эффективным решением может стать такая модель государственно-частного партнерства, как технологические платформы, призванные объединить усилия государства, науки, бизнеса вокруг создания новых технологий и производства. И, конечно, мы рассчитываем на повышение отдачи от работы особых экономических зон и технопарков. В их развитие государство уже вложило порядка 60 миллиардов рублей. Прекрасно. В этом году направим еще 17 миллиардов. Я напомню, что сейчас в России действуют 24 особые экономические зоны. Российская модернизация инвестиций в Россию – самые лучшие в мире. В таких инновационных промышленных кластерах зарегистрировано уже около 670 компаний-резидентов. Спектр проектов очень широк. От молекулярной медицины до бытовой техники. От нанотехнологий до строительных материалов. Планируемый объем инвестиций около 300 миллиардов рублей. Прекрасно. Прекрасно. Я просто обращаю ваше внимание на это. Мы не концентрируемся исключительно на том, что здесь в Москве происходит. Это по всей территории России. И еще. От единичных прорывов, отдельных успешных проектов и сделок нам надо перейти к действительно массовой системной поддержке наших высокотехнологичных компаний, которые прокладывают себе дорогу на внешние рынки. Именно для этого российское агентство поддерживает экспортных кредитов и инвестиций. Наша новая структура будет брать на себя часть финансовых рисков, помогать нашим экспортерам наращивать конкурентоспособность. В этом году агентство сможет застраховать экспортные кредиты в объеме до 1 миллиарда долларов. А уже к 2013 году планируется обеспечить страховой поддержкой свыше 15% всего российского экспорта машинного оборудования. Поддерживая. Поддерживая. Сумму до 14 миллиардов долларов. В интересах развития нашей промышленности, экономики, мы стремимся в полной мере использовать выгоды и преимущества таможенного союза, Белоруссии, России и Казахстана. Прекрасно. Заработал единый таможенный тариф. Вступил в силу наш общий таможенный кодекс. Кстати, бизнес уже оценил новые возможности. Взаимный товарооборот в стране таможенного союза вырос на 28%. И вообще я считаю, что это историческое событие. Вот это впервые на постсоветском пространстве... Позляем. Созданное настоящее информационное объединение. Поздравляем. Мила, Вика Стеллова. За выступление Владимира Путина. Прекрасно. В 2012 году в таможенном союзе должны быть сформированы единые... Прекрасно. Поздравляем. Люда, Люда. Это Петр, муж свой, звонит. Люда, поздравляем. Леночка, Дима, поздравляем вас. Прекрасное выступление Владимира Путина. Отчет правительства. Превосходная работа. Победа, триумф, успех второго президентского срока дмитрия Антония Медведева. Курсы самого профессионного передового. Библия Антонча Медведева. Светлана Владимировна. Лилия Медведева. Владимирича Путина. Лилия Саверных. Мария Владимировна. Катерина Атута. Сергей Семенович Агриевна. Партия Едина России. Патриарха Кирилла. Люда, Лена, Дима. Всех призываем. Мила, Вика, Стелла. Всех россиян призываем дружно-единогласно голосовать. За второй придетский срок. Библия Антонча Медведева. Подчеркну. Таможенный союз и единое экономическое пространство открыты для присоединения других наших партнеров по СНГ. Также убежден, что наша идея, адресованная нашим европейским партнерам, о создании гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Тихого океана, в конечном счете обязательно получит поддержку европейцев. Я уже знаю, реакция в целом положительная. Предлагаем вести речь о техническом, отецном, технологическом, экономическом пространстве. О диалоге в формате ЕФ и ЕС. О создании... Дмитрий Антонча Медведева. Владимира Владимировича Путина, главный герой России. Мы, творческая группа, вместе с вами возбуждены в горячей молитве за Россию. Уважаемый господина президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. Рассказчик Христоска Городица, великого святого России Медведева Дмитрия Анатольевича, Владимира Владимировича Путина, парк Едины России. Малита, слава, ура, ура, ура! Посмотри на меня только перед тем, как будешь играть. Димочка, ты меня слышишь? Дим, папа тебя любит. Скажи, пап, я тебя тоже люблю. Ну, посмотри на папу. Ну, давай. Дмитрия Анатольевича Медведева Дмитрия Анатольевича. День рождения. День великопобеды имелграды президента России Дмитрия Христос живой. Христос воскресший счастья звучит над всей землей. Священные надевы за велик сердца, за рю, за родину, за веру. В герой всех строит самолету частички 20 до 21 века. Посвящая нашим национальным лидерам, медведеву Путину, чекает по бручанске, по бедон공у, чекает по бручанске, чемпионарушный шаг, и в небе разбивается русский слабый слаб. По равной красной площади победы, в небе свет, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok